Помилуй, Господи, помилуй! Беседы святителя Назвотового Устала о покаянии. Покаяние тяжкое и страшное для грешника. Есть исцеление при грешении, истечение слез, уничтожение неправды, дерзновение к Богу, оружие против дьявола, меч, отсекающий ему голову, надежда на спасение, отнятие отчаяния. Оно открывает небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Ты праведен, не падай. Грешник, не отчаивайся. Я не перестану говорить тебе следующее. Если ты каждый день грешишь, каждый день кайся. То же самое, что мы делаем и в ветхих домах. Когда они разрушаются, мы убираем разрушающиеся и поправляем новым. Никогда не переставая заботиться, если сегодня ты пришел в ветхость от греха, восстанови себя на завтра покаянием. Но можно ли, скажу, спастись покаянием? Да, обязательно. Неужели я всю жизнь проведший в грехе, если покаюсь, получу спасение? Да. А чем это докажешь? Человеколюбием Господа. Могу ли я питать доверие к твоему покаянию только? В состоянии ли твое покаяние уничтожить столько зла? Если бы было одно покаяние, тогда ты и в самом деле должен трепетать. Но когда к покаянию примешивается Божие милосердие, мужайся. Нет меры Божию милосердию, никаким словом не выразить его благости. Есть мера для твоей порочности, но для исцеляющих средства нет меры. Твоя порочность, какая бы она ни была, есть все твоя человеческая порочность. Милосердие же Божие неизреченно. Мужайся, потому что твое зло побеждено. Если бы тебе было предложено лекарство, и оно не очистило бы твоего тела, не возьмешься ли ты за него на другой день снова? Допустим, дровосек хочет срубить дуб. Он берет топор, подрубает корень, давший один удар. Разве он не даст другой, если дерево не упадет? Разве не даст третий, четвертый, пятый, десятый? Так это и делай. Слово мое, это топор. Ты уже однажды слышал это. Но разве может упасть в один день то, что врастало своими корнями столько времени? Если оно не упадет за два раза, за три, за сто, и то неудивительно, сруби хотя бы одно дурное, но имеющее над собою власть дела, хотя одну дурную привычку. Существует две вещи – грех и покаяние. Грех – это рана, покаяние – лекарство. В грехе – стыд, в грехе – позор, в покаянии – дерзновение, в покаянии – свобода, в покаянии – ощущение греха. Выслушайте со вниманием. За грехом следует стыд, спутником покаяния является свобода. Но сатана извратил порядок и соединил свободу с грехом, от стыд с покаянием. Есть рана и есть лекарство. В ране гниения лекарство обладает средством ощущать гниение. Разве в лекарстве гниения? Разве в ране спасительное средство? Не имеет ли это свой порядок? То свой. Можно ли переменить это на то, а то на это? Но обратимся теперь к грехам души. В грехе есть стыд, а в грехе – позор, его удел – бесчестье, а в покаянии – свобода, в покаянии – пост, оправдание. Глаголи ты – беззаконие твоя прежде, да оправдишься. Говори ты, чтобы оправдаться. Праведник себе самому, оглагольник и в первой речи своей обречает себя. Пророк Исаия, 45 глава, и притчей, 18 глава. Дьявол видит, что в грехе стыд, а этого достаточно, чтобы отвратить грешника от греха. В покаянии же свобода, что в состоянии привлечь кающегося. Видя это, извратил порядок, соединив стыд с покаянием и свободу с грехом. Вот в чем дело, говорю я. Сильное вожделение влечет кого-нибудь к публичной женщине. Он делается пленником блудницы, приходит в публичный дом без стыда, не краснеет, соединяется и совершает грех. В это время нет в нем ни стыда, ни упреков, но стыд является с концом греха. Он стыдится, покается, безумец. Когда соединялся с блудницей, не стыдился, а когда идешь на покаяние, тебе стыдно. Дьяволовы это козни. Он позволяет ему в то время, когда грешит, не только не стыдиться, но делать это на глазах всех, потому что знает, что он убежит от греха, если ему будет стыдно. И в покаянии же он заставляет его испытывать стыд, потому что знает, что стыдясь, он не станет каяться. То и другое производит зло, задерживает раскаяние, влечет ко греху. Аминь. Завтра 8 часов начала молитвы. После литургии будет вечерняя, и после вечернии сразу чин прощения. Храни всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok